Маленькая ранка чуть не оказалась смертельной. Мы с вами возвращаемся в Россию, Новосибирск. Обычная семья, родители и четырехлетний сын. Мальчик с прогулки пришел домой с царапиной. Родители, как водится, обработали ранку зеленкой, да и успокоились. Вскоре у малыша поднялась высокая температура, дезориентация в пространстве началась. Родители обратились к врачу и ужаснулись. Они сутки не замечали тяжелейшую травму головы. Он поступил с маленькой ранкой на голове, даже, можно сказать, ссадиной, которая, ну, практически, можно сказать, глазу незаметна. Видимо, других каких-то повреждений не было. Сделали томограф компьютерный и случайно выявили слепое ранение черепа с повреждением мозгового вещества, боковых желудочков, с кровоизлиянием посттравматическим. По словам врачей, мальчику вообще повезло, что он остался в живых. Дело в том, что арматура прошла через голову малыша прямо по центральной части мозга. Оказалось, что ребенок играл с друзьями в войну, и вот один из друзей пострадавшего ударил его металлической палкой по голове. Об этом уже сам мальчик рассказал, при этом непонятно, кто извлек арматуру. Врачи уже обратились с просьбой о проверке в полицию. Сейчас ребенок в сознании. Несмотря на тяжесть травмы, он сможет вернуться к полноценной жизни, но лечение предстоит очень длить. Как родители могли не заметить опасные травмы у ребенка, узнаем у врача-педиатра Туяры Захаровой. Туяра Николаевна, я вас приветствую. Вот неужели такая травма может остаться действительно незамеченной? Такое правда бывает? Или это все-таки невнимательность родителей? Вы как считаете? Добрый день, уважаемые телезрители. У меня, честно говоря, когда вы рассказали про данный сюжет, возникла тоже масса вопросов. Если это была металлическая палка, которую, ну, кто-то кого-то ударил, да, по голове, и травма действительно была небольшая, а только поверхностная ссадина, которую изначально увидели, только не увидели родители, это одно. Второй момент, который может быть, если у ребенка возникло внутричерепное, внутричерепное кровоизлияние, которое было, которое было, к сожалению, имеет такое течение, так называемый светлый промежуток, в течение нескольких часов, даже подряд, нескольких, 6-8 часов после травматизации, когда у ребенка нет абсолютно никакой симптоматики. И вот ребенок был здоров, ну, упал, поплакал там, или получил по голове поплакал, пришел домой, и через 6-8-12 часов иногда у него развивается рота, и через пару-тройку часов ребенок может спать попком. Если история такая, то родители тут, конечно же, абсолютно ни при чем, потому что такое, ну, течение, к сожалению, черепно-мозгодов, внутренне тяжелых, очень инвалидизирующих черепно-подобоглевых травм. Если это была история такая, что ребенок пришел и в силу каких-то обстоятельств не рассказал, что его ударили по голове, при этом у него, значит, там что-то, ну, как мне сказали редакторы изначально, что-то там в голове застряло, что, ну, в общем-то, это казуистически, наверное. Значит, что бы я хотела, ну, сказать родителям, что в этой ситуации, особенно ребенок возраста, младше школьного, до садовского возраста, вернее, до школьного возраста, когда они действительно очень активно подвижны в силу некоторых обстоятельств, иногда не всегда говорят родителям, что была какая-то травматизация, либо родители увидели уже после прогулки у ребенка, что есть некое повреждение, в этом случае все-таки следует перестраховаться. То есть консультация, а даже вполне достаточно бывает опытного педиатра. В идеале это, конечно, осмотр невропатолога, осмотр офтальмолога, глазное дно в режиме приемного покоя любой детской, ближайшей детской больницы. То есть самообращение, вроде ребенка, я отвечу. Ярья Николаевна, извините, я вас прерву, да, вы, конечно, очень правильные советы даете, но ведь с каждой царапиной родители не побегут к врачу, ну правда. Вот поэтому я говорю, понимаете, вы немножечко, ну так как я врач, и оценивать могу только на основании каких-то фактических данных, а не не рассказывать, ну, с глубочайшим уважением к вам, ну, со сказок журналистов, да, мне не совсем понятно, что там была за ситуация. То есть, ну, вполне вероятно, что это действительно было так. Ребенок получил некое повреждение, родители увидели, что это царапина, а через несколько часов состояние ребенка ухудшилось, и он вплоть до коматозного какого-то состояния не попал. Да нет, понимаете, мы ни в коем случае родителей ни в чем не обвиняем, мы просто пытаемся разобраться, ну, чтобы остальные, да, не повторили вот эту ошибку. То есть, что, неужели либо с каждой ранкой надо бежать к врачу, либо просто очень внимательно смотреть на симптомы, на поведение ребенка, правильно, так? Да, знаете, да, конечно, симптоматик. Если ребенок ведет себя каким-то необычным образом, допустим, он никогда не ложился спать в девять часов вечера, а тут засобирался, захотел спать, да, либо какой-то необъяснимый, не совсем понятный приступ рвота, головокружение, ребенок прикладывается, ведет себя необычно, в этой ситуации лучше перед дети ребенка все-таки показать специалисту. То есть, вот, в анамнезе, ну, в предыстории, там, было какое-то падение, был удар какой-то головы, оценить тяжесть которого родители, ну, не могут в силу, как бы, и клинического течения, и своей подготовленности. Поэтому в этом случае, конечно, да. Если, ну, там, царапина какая-то произошла, наверное, ну, родители, в принципе, адекватные люди, они могут оценить, когда эта царапина, которая, ну, как бы, ну, просто по ходу прошел и царапился. Хотя, известны случаи, когда при очень, ну, это, правда, предрасположенность есть некая, да, при очень небольшой травматизации возникали очень массивные кровоизлияния. Поэтому, в первую очередь, родители присылаю быть внимательными к своим детям, просто-напросто, и не успокаиваться, если ребенок ведет себя тихо, и раньше времени лег спать. Да, вам огромное спасибо, я надеюсь, что родители нас с вами услышали. Это была Туяра Захарова, врач-педиатр. Обсуждали мы вот эту ситуацию в Новосибирске, когда родители не заметили, что у ребенка очень серьезная травма.